Смотри, не съешь. Всем привет, всем привет. Вы видите и слышите Альберточа и смеющегося в хорошем настроении Стефаныча. Да, привет всем, рад вас видеть, слышать. Начинаем мы новое дело. Надеюсь, оно вам понравится. Я тоже надеюсь, что оно понравится, потому что я до этого у себя на канале делал что-то подобное под названием «Вечерний Халецкий», но вдвоем всегда веселее. И давайте уже представимся полностью. Меня зовут Алексей Альбертович Халецкий, белорусский тунеядец, живущий в Калифорнии. И Владислав Стефанович Бубин. Человек, который работает из-за Халецкого, из-за всех остальных тунеядцев, которые скрылись в Калифорнии. Честный белорусский налогоплательщик, электронный музыкант, продюсер, местами отдельными художник. И даже преподаватель психологии, во-первых, да, но это... Общий дисклеймер, чтобы как бы случайные люди не расстраивали свою нежную психику. Мы тут вдвоем с Владом, в общем-то, либералы-демократы, с немножко разными взглядами. Просто, знаете, когда человек начинает смотреть видео и слышит какие-то неприятные для себя вещи, он расстраивается, начинает плохие комментарии писать и ругаться. Мы, в принципе, не против. Мы очень хотим, чтобы нас смотрели люди с отличными взглядами от нас. Потому что политика, по моему мнению, это все-таки наша жизнь. И то, что происходит в наших странах, оно напрямую влияет на нашу жизнь. Как бы кто ни говорил, что если ты не разбираешься в политике, не лезь в нее. Я разбираюсь в своей жизни. Как и Влад разбирается в своей жизни. И мы хотим на примере тех событий, которые в мире происходят, обсуждая их между собой, выводить вас на какой-то конфликт, чтобы вы в комментариях спорили с нами. Но давайте только вежливо. Давайте постараемся сдерживать себя, не желать нам смерти, не желать нам, чтобы мы сдохли под забором, чтобы нам уехать из... Вот Влад еще остается в Белоруссии. Я-то, может быть, еще и из Калифорнии куда-нибудь уехал. Может, мне в Калифорнии не понравится. Тут тоже все будет плохо. Поэтому эта передача, в первую очередь, для того, чтобы конструктивно общаться с вами. Мы общаемся между собой голосом, общаемся с вами в комментариях. Планируется в будущем это сделать и в прямом эфире. Мы просто сейчас записываем эти программы, просто для того, чтобы потренироваться, научиться это делать хорошо. У Влада это... Да, тренироваться на кошках, да. Мы вообще меломаны, мы будем записывать, издавать что-то потом на виниловых пластинках, и диджеи будут играть в клубах. Исключительно голосовые наши сэмплы. Так что мы будем под это танцевать, радоваться, танцевать. У обоих большой опыт, да, большой опыт. У Влада много-много лет работы на радио «Мир». Знаменитая его передача «Затерянный мир» была в свое время. Кстати, нет никаких планов по возобновлению, между прочим? Знаешь, в радиоточке FM эфир есть такое понятие, как формат. Причем формат, он же нигде не прописан, ни в каком законе. Формат есть в головах у людей. Людям почему-то многим кажется, что какая-то музыка, исполнители будут популярны у широкой аудитории. И вот этот формат, который есть у определенных людей, он существует на всех радиостанциях. Я всегда занимался неформатной музыкой. Была программа еще «Черная пятница» в электроиндустриальной сцене. Была программа «Шузына Манныка», «Широкобили», «Псайкобили». Все это я вел, все это я делал. Кстати, «Черную пятницу» делал с Евгением Рогозиным, известным звукорежиссером. Ну, с массой людей сотрудничал. Гвоздю привет, если он смотрит это. Да, спасибо. Передам обязательно. И поэтому возвращаться пока на радио нет, потому что, ну, вот я как Примадонна, да, я жду, пока мне кто-то предложит, но особого желания в современном эфире, где все станции одинаковые. Да, да. То есть, есть еще полиэстанции с юмором, так называемым, да, но там, правда, иногда можно услышать даже Жванешко, а вообще это стендап сплошной. Вот, собственно, все станции, они одинаковые. Появилось сейчас только вот так... Проведу параллели с радиостанциями в Калифорнии, где ты просто... Ну, они тут на каждой десятой, вот знаете, как 95,6 FM, одна радиостанция, 95,7, другая радиостанция. И тут настолько все разное, потому что тут не только музыка. Во-первых, тут как минимум два языка, тут куча радиостанций на испанском. Во-вторых, здесь идет ретро-музыка, потом современная музыка, потом радиостанция чисто христианских этих проповедников, потом радиостанция христианских проповедников на испанском. Потом чисто вот эта испанская национальная хрень с гармошками. То есть тут, и что удивительно, FM, радиовещание очень популярно, оно развито, оно работает. И еще я хочу отметить, Влад об этом забыл, у нас с ним тоже был опыт совместного ведения. На белорусском MTV мы вели видеопередачу «Электриков вызывали», было такое время. Да, кстати, интересно, что это первая и последняя программа на белорусском MTV авторской. Да. Сейчас MTV белорусская началась, но и закончилась. И мы его и закрыли. Да, мы классики. Вот, понимаете, было бы еще три программы, а мы остались в истории, понимаете. Это очень важный момент. Хотя, кстати, была очень смешная и веселая программа, я недавно пересмотрел, она есть в интернете. Потом Алексей, кстати, может ссылочку дать. Многие клипы весьма актуальны. И вот современная электронная музыка, и то, что было тогда, я вот посмотрел, конечно, очень много тогда было каких-то экспериментов. Она была менее направлена на рынок и более свободная, что ли, внутри. Но это вообще не тема сегодняшней программы, а будем мы говорить о более таких общественно-политических новостях. А то, что наш формат будет состоять в том, что мы за неделю вдвоем друг к другу скидываем всякие ссылки того, что происходило в мире, что нам интересно обсудить будет. И перед программой вроде как готовимся, надеюсь, готовимся к этим темам и обсуждаем. Итак, начинаем с главной новости. По нашему мнению, по нашему мнению, прошедшей недели, это стрельба около здания ФСБ. Если вдруг кто-то проспал, то 19 декабря в Москве около здания ФСБ произошла стрельба, в результате которого три человека погибло, включая предполагаемого преступника. Еще пятеро получили ранения. На данный момент известно, что стрельбу открыл житель подмосковного Подольска Евгений Фатихович Манюров, 80-го года рождения, который закончил Российскую Академию Правосудия. Вот он приперся к зданию ФСБ с полуавтоматическим карабином и открыл стрельбу по сотрудникам ФСБ. Ну, очень-очень какое-то странное событие вообще, в принципе. Это не теракт, то есть это не какой-то чувак, он не писал никаких воззваний, как это сейчас модно делать. Просто в какой-то момент, причем его мама, с которой он жил, говорит, что ничего за ним не было видно, он не был каким-то нервным в этот день, там, ничего не выдавал, он просто взял карабин, почему-то приехал к зданию ФСБ, открыл огонь, и вот такая фигня произошла. Вот лично мне во всей этой истории, ну, жалко, что погибли люди, но я не ожидал, что ФСБ России настолько, как-то сказать, рассеяно, что ли, будет действовать, неподготовленно, потому что даже когда ликвидировали... Леша, Леша, да, дело в чем, что, на мой взгляд, во-первых, в обществе всегда есть психически ненормальные люди, и им не нужны никакие декларации, особенно в шизоинном состоянии есть люди, которых обливают сверхидей, а более того, эти люди, если у них есть некие сверхидеи, шизоиды, они вообще, допустим, они не делятся с этими идеями, то есть они их носят внутри, а потом осуществляют, поэтому предсказывать там даже маме или очень близким людям поведение таких людей крайне сложно. Второй момент, вот эта вся история с терроризмом, она почему? Отвратительна, потому что, на самом деле, если брать вот такая есть теория, что, в общем-то, история развивается по спирали. Вот Россия уже проходила, собственно, в истории этап, когда были народовольцы, когда были левые эсеры, которые занимались террором в отношении представителей власти. Но, в самом деле, это ни к чему не привело, а выиграла, в общем-то, теория и подход Владимира Ильича Ленина, который занимался созданием организаций, различными интригами, вот, не знаю, изданием газет и так далее. То есть он расшатывал систему по-другому. Поэтому личный терроризм, по моему субъективному мнению, ни к чему хорошему не приведет. По-моему, тоже, естественно. Если кто-то из наших зрителей внезапно собирает оружие, чтобы пойти убивать неугодных ему кого-то, то бросайте это дело, потому что, ну, это вы только к себе ненависть вызовете, потому что в нынешнем мире решать проблемы убийством, ну, они не решаются так, просто это так не решается. Должны быть идеи. Да. И тут дело еще в чем, что есть люди, которые в какой-то момент обострения болезни, либо просто в алкогольном опьянении, в особенности наркотическом, они могут брать в руки оружие и таким образом поступать. По поводу беззащитности, собственно, представителей органов российских, там, ФСБшников, медицинеров и так далее. На самом деле быть готовым к теракту постоянно невозможно. И второе, не забывайте, в этот день был праздник. Вот дело в том, что во время праздников, почему совершается много терактов и всяческих нехороших вещей, потому что люди себя ведут иначе, они расслабляются. Был день МВД, что я отмечу, что день МВД был. Да, день МВД, неважно. Все равно, в общем-то, службы были в праздничном настроении, и ко всему нельзя быть готовым. Я уверен, после этого случая, около всяческих таких госучреждений, там, усилиться охрана и так далее, но, по моему субъективному мнению, ко всему готовым быть нельзя, потому что неадекватные люди, либо люди, которые готовят теракты, а среди них, кстати, бывают очень творческие люди, которые могут очень неординарно подойти к подготовке, ко всему быть готовым нельзя. Очень жалко тех людей, которые погибли. На мой взгляд, ну, есть масса других способов для того, чтобы бороться с тоталитаризмом, авторитаризмом, разъясняя, общаясь с людьми. Есть масса средств, масса информации, пока они остались, да? С другой стороны, надо понимать, что все равно тоталитарная власть, вот то, что она зажимает, она и создает вот этих, в некотором смысле, ребят, которые начинают думать, что, ну, кроме силового решения вопроса, других вариантов просто нет. То есть, сам... Ну, вот я почему говорил, да, про спиральное развитие истории. То есть, в прицарском режиме было определенное небольшое количество людей, да, молодых людей, интеллигентных, которые были совершенно недовольны тем, что они не могут высказаться. То есть, их не могут, их власть вообще не слышит и не хочет слышать. Поэтому, плюс еще, конечно, национальный вопрос. Мы сегодня будем там возвращаться к этому. Целый ряд людей в Российской империи вообще, народов, они не имели прав никаких. Жили они в этом очень бедно. Я это не голословно утверждаю. Я настолько старый, на самом деле, что я еще встречался с людьми, которые участвовали в гражданской войне. И они мне рассказывали, как, собственно, совершенно обычные люди, что было до революции, как они жили, какой был образ жизни и так далее. И это привело к тому, что огромная масса молодых людей, они, собственно, недовольны своим положением, участвовали вот в этих страшных, невероятно кошмарных актах насилия, которые были и до революции, и после революции. И здесь крайне важно, чтобы власти, ну, власти был какой-то механизм прислушиваться, прислушиваться, либо делать вид. Вот как на Западе есть масса специальных механизмов, с помощью которых власть, как бы демократическая власть Запада, она прислушивает, как бы прислушивается к людям. И это сделано очень умно и тонко, понимаете? Тонко умно и тонко, да. Наши, ну, я про Россию говорю, наши чекисты, они, хотя очень многие вещи, они стараются вот так, но это настолько прямолинейно постоянно происходит и вызывает еще больше негатива в обществе, что, ну, вот приводит вот к таким всплескам некоторым. Хотя это единичный случай, и мне кажется, все равно в России нету сейчас такого состояния, чтобы какие-то террористические ячейки начали сами русские создавать, я имею в виду, не какие-то там террористы. Ну, вы понимаете, не специалисты в этом, поэтому оценивать нам это сложно. Давай перейдем к следующему, может, вопросу, это тоже вопрос-то тебе досуще, это импичмент Трампа, да? Да, сейчас я только отмечу, что вот видео, которое вы видели, это от «Комсомольской правды» было сделано, идет, и если вас немножко не устраивает звучание Влада Бубина, мы с этим будем работать еще. Не в том плане, нет, его ангельский голос, конечно, и меня, и вас устраивает, я имею в виду вот качество микрофона, потому что на моем фоне он звучит немножко похуже, мы будем над этим еще работать, в новых выпусках все будет лучше. Добавим дисторшина, шумов, это произойдет, да, будет произведение искусства, которое будет называться с индустриальной музыкой. Да, давай вернемся, давай тогда перейдем к Дональду Трампу, к импичменту, да, потому что, собственно, Пиоси, другие демократы добились того, что, в общем-то, проголосовало большинство демократическое за, в общем-то, импичмент. Вообще вся история с Трампом, мне, я вот все думал, общаясь со многими американскими друзьями, большинство из них так вышло, демократы, либералы, им очень, на самом деле, как-то в глубине души, очень стыдно, что вообще Трамп сейчас президент США, вот. Они издают какие-то сборники, печатают газеты, сборники музыкальные, где по-всячески говорят, что Трамп там уходи, но Трамп, естественно, от всей этого активности не уйдет. Такое ощущение, знаете, вот история с Трампом, это как история с человеком, который, вообще, США сейчас, это как человек, который обделался в транспорте, да, вот он едет, и очень сильно воняет, всем неприятно, но все понимают, что он, собственно, штаны не снимет, не будет менять все это дело прямо в транспорте, поэтому ему надо доехать до следующей остановки и выйти. Вот с Трампом вот эта история, он очень жутко воняет, потому что на протяжении десятилетий, столетий, вообще американский политический эстеблишмент создавал у населения Земли, других стран, иллюзию того, что вообще американцы люди либеральные, демократичные, открытые и так далее. При этом вот Трамп за краткий промежуток времени своего президентства, вот, очень многие эти представления просто растоптал и разрушил. То есть я бы на месте, не знаю, какого-нибудь института Карнеги или других просто рвал там организаций, которые занимались созданием вот этого имиджа Соединенных Штатов Америки в других странах, рвал бы просто на себе волосы. Потому что, ну, более-большей дискредитации имиджа США, чем Трамп представить сложно, скажу честно, в моральном плане. Потому что, ну, здравомыслящий человек, который послушает то, что он там вообще говорит, и вообще, посмотрев его на поведение, поведение напоминает 16-летнего ребенка, эгоцентричного, неуправляемого, малокомпетентного, но очень самоуверенного, ну, тут понятно. Я могу сказать, да, я могу об этом сказать изнутри всей этой ситуации. Я тебе хочу сказать, что у Трампа очень много поклонников. В Калифорнии, например, он проиграл очень серьезно Клинтон, там, по-моему, 80 на 20 процентов, что-то такое было. Тем не менее, проблема США сейчас в офигенном разделении. Тут действительно есть две крайности, грубо говоря. И люди готовы, ну, такая немножко, скажем, революционная обстановка, и, конечно, не совсем так, но это крайности. И у Трампа есть очень много поклонников по той простой причине, что их немножко, извините за мат, подзаебала социалистическая повестка демократов. И находясь в Беларуси, например, я... Мне демократы больше нравились. Находясь в Америке, я начинаю склоняться в сторону республиканцев. Просто по той простой причине, что демократы реально делают из США Советский Союз. То есть это всякие льготы, это всякие места для ущемленных классов. Это убирание вот этой американской мечты, что когда ты работаешь хорошо, ты получаешь деньги. Когда ты работаешь плохо, ты уходишь. Ну, тебя выгоняют. Я очень грубо это описываю. И демократы вот это постоянно вот это проводят. И мне действительно это не очень нравится, потому что я ощущаю вот это возвращение... Ну, это, конечно, не в таком виде, естественно, это даже не близко, не похоже пока на Советский Союз, но когда сидят на какой-нибудь работе чуваки, чисто чтобы деньги получать, а не работать, например. И Трамп выступал именно как капиталист, который хочет вернуть вот эту капиталистическую Америку. В этом плане сделать Америку великой снова. Вот это имелось в виду, а не в том плане, что Америка должна лидировать в мире. Потому что всем в Америке, на самом деле, абсолютно насрать на то, что в другом мире происходит. Им вообще наплевать вот абсолютно обычному американцу. Ну, это понятно. Они даже не знают географию, да. Это в России там рассказывают, как плохо там линчуют негров где-то. А в Америке главные новости внутренние всегда. Всегда главные новости внутренние. Им вообще наплевать, что там в России какое-то происходит, в Европе пофигу. И против Трампа, кроме того, выступала крайне непопулярная еще и Клинтон. То есть, на выборах президента выбирали между непопулярным Трампом и непопулярным Клинтон. И Трампа выбрали в первую очередь, потому что это что-то новое. И, как мне кажется, это, наверное, благо для Америки вот пройти вот этот этап, чтобы что-то изменялось в их эстеблишменте. Ну и, кроме того, это показывает, как офигительно работает у них система сдержек и противовесов. Какую бы херню Трамп в качестве закона не пытался провести, ему сразу там Конституционный суд, мэры городов, губернаторы штатов говорят, нет, у нас в штате это не будет работать, мы отменяем этот закон. Или Палата представителей. Но раз мы говорим про импичмент Трампа, мне бы хотелось именно сам факт импичмента обговорить. Да, ты совершенно правильно говорил, мне Трамп не нравится. Он неприятный человек, он хам. Он врун, он все что угодно. Но сам импичмент, он, во-первых, изначально уже не может пройти, потому что сначала голосуют. Ну это понятно, да, там большинства уже у них не будет. Палата представителей, где больше демократов, они проголосовали за импичмент, а Конгресс, в котором больше республиканцев, они его не провели. Это было изначально понятно. Спрашивается, нахера это было проводить? Нафига тратить деньги на это? Я объясню для того, чтобы, на мой взгляд, для того, чтобы вот этой либеральной общественности, кстати, она находится в основном в крупных городах американских, если я не ошибаюсь, и в университетских центрах. Вот я общаюсь с этими людьми, они все демократы, они жутко вообще против настроены. Потому что люди, которые уже живут тут в такой глубинке, скажем, они, конечно, вообще стараются не комментировать, и вообще, скорее всего, я понял, по их поведению не глубоко за Трампа. А вот люди, вот, скажем, интеллигенты, писатели, поэты, какие-то музыканты, с кем приходят из крупных городов. Ну, дело в том, что демократам нужно было продемонстрировать то, что они на самом деле сделали хоть что-то в борьбе с Трампом. То есть поставить такую точку размежевания. То есть они пошли на конфронтацию, потому что, во-первых, приближаются скоро выборы. По сути, это было очень хорошим началом предвыборной кампании, в принципе, на мой взгляд. Второе, вообще в противостояние с Трампом вложено очень много и интеллектуальных усилий, и финансовых, потому что я вижу, насколько на самом деле это не бесплатно, проведение митингов, издание специальной литературы и так далее. Это очень недешевое дело. И вообще все эти усилия, они должны были какой-то дать результат. И вот это голосование было, по сути, этим результатом. То есть, грубо говоря, вам заплатили деньги, отработали, получили там что-то, товар какой-то. Вот это решение, по сути, это товар, который получили. На самом деле, ну, в США, там, будь Трамп, будь Клинтон, кто угодно, ничего не меняется. Да, потому что есть корпорации, есть богатые люди, которые спонсируют этих там 2-3 партии, которые создают, видимо, из демократии. И на самом деле руководят и рулят, там, понятное дело, капиталисты. Это ясно. То есть, они все решают. Потому что Трамп сам, собственно, за спонсорские деньги трудится. Но он еще сам богатый. Там человек, по крайней мере, он это говорит, да, всем. Потому что это отдельный вопрос. Всегда меня умиляло, когда он звонил в разные издания, будучи молодым человеком, и говорил, что только что Трамп приехал в кафе, приезжайте, срочно снимайте. Редакторы узнавали его голос, говорили, слушай, ну, Трамп, прекрати, это же не твой секретарь, это ты. Но вот он создавал себе все время такую дешевую вот, как бы, популярность. И здесь, как бы, это как игра в карты, да. Вот, собственно, сделали серьезный ход демократа. Что будет дальше, мы, собственно, увидим. Ну, на самом деле, ну, политики США, изменений серьезных не будет. Просто, если придут демократы, будет выглядеть все более, так сказать, либерально, более демократично и более приемлемо. Не будет, скорее всего, такой, видимо, одиозной фигуры, как Трамп. Хотя, в общем-то, из-за него могут еще раз проголосовать американцы. Не живу в США, ты, собственно, Альбертович там находишься, и все прочие. Я могу просто пояснить, что Трамп, ну, система выборов в США немножко странноватая, и, в принципе, Трамп стал кандидатом от республиканцев вот из-за этой некачественной системы, если так сказать. Потому что просто объясню, что было семь там кандидатов от республиканцев, они ездят по штатам, выборщик и республиканцев выбирают каждого из них. Но если в штате, вот, наверное, Трамп побеждает в штате, набрав 23%, он даже не большинством побеждает, не большинством. Вот из семи кандидатов за Трампа проголосовало 23%, он получает первое место, и он получает все голоса этого штата. Все голоса. Понимаете? Ну, вот, Альбертович, там сложная система, там, дивидирование этих голосов. Я пытался разобраться, но в конце концов я-то думал, собственно, по детской наивности, что сколько человек пришло, за кого проголосовало, они почитали, оказывается, людям делегировали голоса, говорили, там, за одного проголосовать, они голосовали за другого. Вся эта очень, короче, какая-то грустная, на самом деле, история очень сложная, с этими подсчетами. Вот, бог с ним, собственно, с американцами, давай поговорим о чем-нибудь. Давай следующее, что-нибудь новенькое обсудим. Хорошо, следующая новость, пока я тут буду переключаться, один момент, тут сложно, видите, я в такой, в системе переключения видео, новостей и прочее. Forbes назвал самых, 10 самых успешных миллиардеров десятилетия. Самое время посчитать чужие деньги, в общем-то, обсудить, кто у нас больше зарабатывает, кто меньше. На первом месте у нас Джефф Безос, основатель интернет-магазина Amazon. На втором Бернар Арно, глава компании Louis Vuitton. И на третьем основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг. первый начинал, начинал десятилетие с, я лучше проще скажу, его состояние за 10 лет выросло на 97,4 миллиарда. Почти на 100 миллиардов. Джефф Безос за десятилетие заработал 100 миллиардов долларов. А что в своей жизни сделали вы? Как бы хочется спросить. Да, это хороший вопрос. Да, вот я вот думал, просмотрел, подумал, действительно, дело неблагодарное вообще считать чужие деньги, финансы. С другой стороны, я вдруг, когда просмотрел, понял, что вот два человека, насколько я понял, из этого списка, они заработали деньги, по сути, в интернете. То есть будущее бизнеса, оно связано с интернетом. В то время, когда, допустим, в некоторых школах у детей забирают телефоны, ограничивают их возможности в интернете, работы и так далее, на самом деле, желаем мы того или нет, вот есть вещи объективные, которые не зависят от нашего сознания, как было написано в учебниках по марксизму ленинизму, в общем-то, есть вещи, состояния делаются в интернете, да, другое дело, как они делаются. Вот сейчас я просто поставил фотографию Джефа Безоса, это, собственно, в момент, когда он заработал свой 56-й миллиард, ему сообщили, что у него 56 миллиардов, и он такой... Это улыбка на фотографии. Да, он очень-очень радостный. Уровление лица вообще. Очень-очень довольное. Ну, внешне мне он симпатичный парень, отлично, например, от того же главы Луи Виеттона, он такой европейский, знаешь, скрудж-макдак такой, что ли, такой выглядит, который спит на деньгах. Да, ну да, он там разводился, если не ошибаюсь, с женой, вот, и так далее. То есть, ну, есть еще, кстати, создатель, владелец Facebook. Вот, кстати, задавали вопрос вообще, до какого времени вообще будет существовать этот интернет-бизнес? И предсказывали, что, ну, любой бизнес, любое дело, развитие любой системы, оно в определенный момент доходит до пика и потом заканчивается, да, происходит спад. Вот на твой взгляд, это, конечно, чистая футурология, гадание части на кофейной гуще, а произойдет когда-то спад и пик развития вот этой интернет-торговли по какой-то причине, и что, по твоему мнению, будет причиной, и развитие вот этого Facebook. Интернет-торговли, как мне кажется, это очень нескоро, потому что это сейчас идет замена механики магазинов. То есть, вместо того, чтобы мне приходить... Это те же самые магазины абсолютно, только мне теперь не надо приходить в магазин, я захожу на сайт и заказываю товар. Но это тот же самый магазин. Магазины куда-нибудь денутся? Нет, конечно, никуда не денутся. Может прийти просто другая какая-то система доставки товаров. Может быть, так разовьются 3D-принтеры, что мне не надо будет даже заказывать товар. Я буду просто покупать схему. Сейчас и колбасу дома. Да, да, покупать какую-то схему. Ну, ладно, не колбасу, предположим, съестное будет всегда требоваться. Хотя нет, почему там какой-нибудь соевый соус залил, и тебе соевое мясо сделали там, предположим? Да, ну ладно. Мы еще, кстати, после этого давай о веганстве поговорим. У нас есть эти темы, если мы уже стали заливать соевый соус. Это просто новый способ доставки товаров сейчас. Придет какой-то новый способ, тогда Амазон уйдет в небытие, придут другие какие-то вещи. И, кстати, и обычные магазины они тоже не убьют, потому что есть куча людей, кинестетов, которым надо прийти и пощупать сначала товар, прежде чем покупать. Ну, их меньше станет, магазинов, конечно. Ну, мне кажется, их станет совсем мало. И более того, вот я даже смотрю по покупкам в Беларуси, очень много ларьков, магазинов, которые торговали дешевой такой-то одеждой китайской, не закрыть, потому что масса народонаселения, широкие, покупают с помощью Алиэкспресса. Да, это, кстати, тоже крупный магазин. Люди просто все это заказывают. Это, во-первых, дешевле в разы и, в общем-то, удобнее, потому что люди в магазинах, им надо платить налоги. И большинство, в Беларуси, в принципе, из-за отсутствия у большинства людей серьезных денег, многие люди не стремятся к эксклюзиву. Ни в продуктах, ни в одежде. Почему постоянно тут закрываются бутики, постоянно закрываются магазины, которые торговали элитарной продукцией, продовольственной? Потому что большинство людей, они находятся в состоянии выживания, они покупают продукты подешевле, одежду подешевле и не так часто, имеется в виду, покупают одежду или крупные вещи. Либо стараются найти какую-то оценку, скидку и так далее. Поэтому, ну, то есть, по твоему мнению, конечно, будет амазоновщина развиваться. А насчет Фейсбука, социальных сетей, заработка... Не только амазоновщина, как ты правильно сказал, что Alibaba — это аналог, собственно, амазона в Китае, в других странах, наверное, тоже будет. Но в России, кстати, Яндекс там уже начал еду доставлять, он не совсем... Ну, то есть, это просто тупо удобнее. И тебе не надо... Это же... Ты когда содержишь магазин, ты тратишь на аренду, на оплату кассирам денег. А это всё не надо делать. Это всё не надо. Это ты ещё... Человек ещё и экономит деньги на своём бизнесе. Вот. А по поводу Фейсбука, ну, тут да. Тут я, во-первых, Фейсбуком довольно... Не так... Вообще социальными сетями не особо много пользуюсь. То есть, это социальная сеть. И сам по себе Фейсбук, кроме контактов... Вот ты, например, там размещаешь, у тебя вышел альбом, ты размещаешь его в Фейсбуке, чтобы люди об этом знали. Но если тебе дадут какую-то другую площадку, на которой ты будешь сообщить... То есть, это просто информация. Я сменю площадку. Кстати, многие люди уже склонны менять площадки и вообще жаловаться. Потому что, конечно, люди с Фейсбук и Ютьюб, они владельцы, конечно, используют чужой интеллект для своего заработка. Ну, это понятно. Да, люди создают контент, они его продают. Созданы кем-то. А людям, может быть, там дают что-то. Но вообще стараются ничего не давать, потому что так проще. Чтобы люди за бесплатно там напрягались, рвались, размещали какие-то фотографии, музыку, видео. А проще сидеть, как говорится, где-нибудь в теплом месте, наслаждаться солнцем, пить коктейли, пересчитывать деньги. Это намного приятнее, чем мучиться творчеством, чем занимается. Проблема, как мне кажется, проблема Фейсбука в том, что он именно стал глобальным. И отсюда начинаются проблемы, когда вот это нельзя размещать, вот это можно размещать, когда женскую грудь нельзя размещать, а если женщина кормит ребенка грудью, то это можно размещать. Где-то вот эта грань, да? А что лично меня раздражает, это то, что я добавляю людей к себе в друзья в Фейсбуке, а Фейсбук мне показывает кукиш от этих людей. То есть я думаю, странно, вот у меня в ленте какого-то человека давно не было видно. Думаю, может что произошло, захожу к нему на страницу, а у него вчера, позавчера, позапозавчера, что-то там, какие-то фотографии. Потому что Фейсбук внезапно решил, что этот человек мне неинтересен, потому что я ему давно лайки не ставил. Поэтому мы тебе его не будем показывать. В таком виде. Плюс еще интереснейший документальный фильм можно найти в сети, в следующий раз будем разговаривать, можно ссылку бросить. А тех людей, которые занимаются вообще редактированием контента, сняли фильм интереснейший документальный, кто эти люди, кто решает, что мы должны размещать, что не должны. Оказывается, большинство этих людей живет там, это специальные фирмы, которые занимаются анализом контента. Там, по-моему, если я не ошибаюсь, то ли Индонезия, то ли Филиппины. И там снят документальный жесткий фильм об этих людях, об их работе. Как они занимаются, работая с этим контентом, среди них уже, конечно, есть люди со сложными психологическими проблемами, которые занимаются просмотром их работы, целый день просматривать какие-то сюжеты и так далее и тому подобное. При этом развивается, понимаете, такой, знаете, комплекс бога фактически, да, потому что я могу решить, заблокировать человека или нет, да, и так далее. Это все, конечно, проблемы такие этическо-эстетическо-психологического характера. Пока ты говорил, у нас сменилась фотография Джеффа Безоса на Владимира Владимировича Путина. Вот когда. Да, да. Это означает, что мы переходим к следующей новости. По мнению Путина, Вторую мировую войну развязали польские сволочи. Сейчас цитата. 20 декабря президент России Владимир Путин провел в Петербурге неформальный саммит СНГ, который полностью посвятил восстановлению исторической справедливости, то есть роли Европы и прежде всего Польши, а не Советского Союза в развязывании Второй мировой войны. Сейчас цитата, что конкретно говорил Владимир Владимирович. Когда говорят о Советском Союзе, говорят о нас. Что же написано? Согласно этой бумаге, так называемый Пакт Молотова-Риббентропа, напомню, что это министры иностранных дел Советского Союза и фашистской Германии, как пишут дальше, поделили Европу и территории независимых государств между двумя тоталитарными режимами, что проложило дорогу к началу Второй мировой войны. То есть Пакт Молотова-Риббентропа проложил дорогу к началу Второй. Но может быть. Возникает вопрос. Все время говорим о Пакте Молотова-Риббентропа. Мы повторяем это за нашими европейскими коллегами. Это что, был единственный документ, подписанный одной из европейских стран тогда Советским Союзом с фашистской Германией? И дальше там большой текст о том... Я вообще как бы пытался немножко разобраться в вопросе. Идея в следующем. Ну то, что как бы немцы спровоцировали поляков, то есть вся история была как бы создана фашистами для того, чтобы напасть на Польшу, понятно. То, что хотелось Сталину отхлапать собственно территории, которые принадлежали Польше раньше, да, там это западная Белоруссия, Украина и так далее, это тоже понятно. Там была такая цитата, больше чем меня зацепила, и отчасти здесь, кстати, вот как ни странно, не как-то, что Путин был прав по поводу антисемитской пропаганды, которая существовала в Польше. Вот это, ну, я могу сказать, что мой дедушка участвовал на польской стране, он был польским офицером, и он находился на границе с Германией в момент начала войны Второй мировой. Его ранили в руку, и там немцы наступали. Кстати, совершенно позорная история с предательством Великобритании и Франции, интересов Польши, и они просто слили. Вот то, что сейчас происходит, европейцы любят вообще в современной истории сливать своих союзников. Очень постыдная история. Поляков, с другой стороны, хорошо прессанули сталинские войска, естественно, воевать на два фронта польской армии не могла по целому ряду причин. Но вообще в идеологии Пилсуцкого в Польше и в отношении поляков к евреям перед Первой мировой, извините, перед Второй мировой войной было мало хорошего. Вот этот бытовой антисемитизм, он существовал в Польше. Так же, как в Литве, Латвии, Эстонии. Вот сейчас очень многие люди в Литве, Латвии, Эстонии и в Польше, они открещиваются от этого. Но в самом деле он был. Обратите внимание, об этом пишут историки. Кстати, Алексеевич, наш Нобелевский лауреат, она поддержала писательницу литовскую, которая написала книгу о том, что вообще в Литве происходило с евреями и как литовцы к ним очень плохо относились, мягко говорят. На самом деле такая ситуация была. В Советском Союзе перед Второй мировой войной такого антисемитизма людей репрессировали. Но их репрессировали совершенно по другим причинам. Люди были, не знаю, поляки, украинцы во власти, евреи и так далее, грузины, армяне. Я напомню, что один из маршалов Победы Рокоссовский это этнический поляк. Да, Сталин был там грузином, там масса-масса людей разных. То есть вот на самом деле этот интернационализм заранее заявлен, он был в Советском Союзе. И если мы говорим про Беларусь, на Восточной Беларуси, которая была в Советском Союзе, проводилась белорусизация, создавались шедевры на белорусском языке, в то время как в Западной Беларуси на территории Польши проходила полонизация. Другое дело, что в 37-м году Сталин решил, что надо с этим завязывать, а то какой-то национализм получается и устроил хрустальную ночь для белорусской интеллигенции. Сколько там человек было расстреляно, включая Тарашкевича? Ну, Калапатов очень много, на самом деле это началось намного раньше, мы не будем вдаваться. Да, не будем вдаваться. Я, насколько понял вообще идею Путина, он сказал о том, что в общем-то в Польше, как и в Германии, существовал антисемитизм. И по поводу высылки евреев и так далее, то есть к евреям поляки, ритовцы, латыши, эстонцы носились плохо. Кстати, нужно сказать, что и сейчас масса правых партий и в Литвии, и в Латвии, и в Эстонии проводятся различные съезды, фестивали и тому подобные вещи, где собственно культивируется право идей. То есть вот этот нехороший националистический дух и дух презрения к людям по национальному признаку, он существует. Он меньше, безусловно. Я бы сказал, что Россия и Польша во многом похожи. Просто Польша в свое время проиграла. Поэтому... Тут проблема в том, что мне вообще напоминает отношение России и Польши, это отношение двух подростков, да, которые постоянно меряются, которые постоянно задевают, обижают друг друга и так далее. Вместо того, чтобы искать общие точки соприкосновения в истории, да, к сожалению, Польша и Россия постоянно упрекают в каких-то друг друга невероятных вещах, хотя по большому счету делить им в современной истории уже нечего. Между Польшей и Россией залегают всячески другие государства постсоветские, которые как бы приняли ту или иную сторону, это отдельный разговор. Но вообще здесь крайне важно, ведь Польша сейчас очень консервативное правительство. И последний закон, который был принят, собственно, в Сейме, вернее, он обсуждается, его хотят принять, закон о суде, в том числе закон о прессе, он может вообще вывести даже Польшу из Евросоюза, потому что это не соответствует вообще нормам евросоюзовским. Это очень большая проблема. И в России сейчас консервативное правительство, поэтому консерваторы, которые там за семью крепкую выступают, за религию, в принципе, они могли найти общие точки соприкосновения. Но, в общем, такой антагонизм, который существует, к сожалению, исторически, ну вот он, наверное, видимо, не позволяет этого сделать. Ну, давай, может ли... Да, сейчас я просто хочу вот свое отношение, потому что это опять Вторая мировая война, которая, по моему мнению, в России слишком священно, делается в очередной раз. И, типа, если мы будем говорить, что Советский Союз напал на Польшу, то это сквернение памяти наших дедов, которые воевали. Я считаю... Во-первых, нету ничего положительного или отрицательного в любых войнах. Они серые. Давайте будем говорить честно. Советский Союз напал на Польшу. При этом я, как белорус, к этому отношусь положительно, потому что благодаря этому нападению мы получили, в общем-то, современную Беларусь. Именно благодаря тому, что в свое время... По сути, да. Конечно, государство в тех границах. Да. Как жить в Беларуси. Именно так. Только Белосток отдали немножко полякам, вернули. Все остальное, современная Беларусь, именно благодаря тому, что Советский Союз напал на Польшу. Но он напал. Именно что напал. Ну, и это позволило Германии захватить Польшу. Другое... Другое, сколько получила Польша, да, после Второй мировой войны. Это вся часть у Балтики. Поляки, конечно, исторически у Германии никогда эти земли не отвоевали. Да. То есть, по сути, от Сталина они получили невероятный подарок. Да. Это Гданск, он же Гданцик. Да, это вот Сопот, и вот туда Менжездровье, и вот весь этот район, который, кстати, заселили белорусами. Поляки валялись туда заезжать, они думали, что вернутся немцы. И население не получили из Беларуси. Сотни тысяч белорусов уехали туда. Была специальная такая программа, и много моих родственников, они переселились из Беларуси в Польшу. Туда переселяли в основном людей католического вероисповедания, и белорусов много, кстати, уехало, совершенно разных. На эти территории, потому что немцев выделили, заселили, нужно было кем-то заселять. И здесь даже, собственно, получили от Беларуси, от Советского Союза, кстати, поддержку, по сути, поляки. Потому что эти люди были очень работящими, они очень много сделали вообще, большой вклад вообще в экономику Польши, развитие этих регионов, которые, кстати, сейчас процветают, эти польские регионы. А те регионы, о которых ты упомянул, это Белосток, это, в общем-то, депрессивные регионы польские. То есть, тут, там есть какое-то развитие, ну, крайне небольшое, да, в сравнении, скажем, с районом Гданьска, Сопота, где есть крупные порты, и идет бизнес различный и так далее, ну, в сравнении с территорией упомянутой восточной. Ну, и последнее, да, я просто еще добавлю, что Путин обращается к тому, что когда Германия забирала себя в судеты, Польша тоже, типа, напала на Чехию, забрала себе территорию, почему не поступить так же. Я напоминаю, что и Германия, и Польша, и другие страны, участвовавшие во Второй мировой войне, много раз и много лет, каются, я так, такое слово подберу, за все эти события, все, что они сотворили, может, их заставляют, кажется, что они проиграли ей, сложно сказать. Россия никогда, ни за что не извиняется вообще, даже хотя бы за финскую войну, давайте, ну, ладно, опять же, я в сторону ухожу. Давайте, следующая новость. Закончено строительство Крымского моста. То есть была сейчас, машины начали ездить еще год назад, а вот буквально на днях было закончено строительство железнодорожного перегона. Сейчас Крымский мост полностью в рабочем состоянии. Сейчас вот ищу, какую вам видюшку запустим. Вот, например, Владимир Путин открывает движение по железнодорожному мосту. И как бы к этому ни относились в разных странах, я считаю, что это, конечно, великое инженерное сооружение. Я не знаю, продержится ли оно, сколько оно будет еще стоять. Я согласен, что дофига бабок туда влито в этот Крымский мост. Ну вот проблема, да, на мой взгляд, в том, что вообще Крым и вся крымская история, пока у России есть деньги, пока высокие цены на газ, нефть и пока, в общем-то, полезных ископаемых Россия получает деньги, вся это работает хорошо. Ситуация, потому что это игрушка. Огромные деньги, которые, на мой взгляд, вообще можно было вложить в социальные программы в России, в развитие экономики, инженерии, науки российской, они вкладываются, в общем-то, в Крым. Крым прекрасное место, но проблема, что Крым до тех пор, пока он не будет выяснено отношения с Украиной, это проклятое место. То есть, многие люди туда не едут туристами, потому что они просто опасаются, и это действительно проблема, они не получат просто визы, допустим, Евросоюз. Туда сложно ездить деятелям искусств, потому что если ты попал в какие-то списки, в общем-то, это очень неприятно, если ты будешь получать поддержку каких-то европейских организаций для своих культурных проектов, любых, ну, это сложно будет. И так далее. Вот эта игрушка, она очень жутко дорогостоящая, как и мост. И, в общем-то, это дело России и русских, да, куда вкладывать свои деньги, это не наши деньги. Но вообще, на мой взгляд, приложение этих денег может быть совершенно другим, более гуманным. Но это мои ошибки. В первую очередь, инфраструктуру в России надо улучшать, менять. То есть, то, что, например, сделано в Беларуси, каким был Лукашенко, не был диктатором, но куча новых дорог, все везде проведено. Режим очень изменился, и очень дороги в сравнении с Польшей, даже Литвой, другими странами в Беларуси великолепны. Плюс, опять же, преображаются города, и все это, как мэр Варшавы, кстати, недавно сказал, чтобы убрать как можно больше там белорусского из Варшавы, да. Он имел в виду советскость. Вот, как бы, сколько я постоянно бываю в Варшаве, вот это кошмарные эти автобусы, очень часто грязные улицы, наличие бездомных каких-то. Там вообще, на самом деле, с инфраструктурой невероятные пробки в Варшаве. Туда не въехать, не выехать. Вообще, на самом деле, если брать советскость, вот как бы, тогда по аналогии, вот из Минска убрали все варшавское, вот рынки эти, которые у нас были в 90-х, ларьки какие-то, вот это какое-то все, разбитые какие-то остановки. Все это, ну не знаю, все это, это же Евросоюз, да. Кстати, голландец один сказал, я спросил, ну как тебе там Польша, отличие от Беларуси, он сказал, ты знаешь, что Беларуси, что Польша для меня выглядит одинаково совершенно, да, поэтому, если брать вот эту инженерную ценность моста, как эксперимент, это интересно. Да, но стоило ли России сейчас столько усилий и денег на это тратить, вот в чем вопрос. Вот в чем вопрос, они должны решить для себя сами. И, пожалуйста, зрители, я обращаюсь к зрителям, очень хотелось бы, вот именно по этому вопросу узнать ваше мнение, стоило ли вкладывать такие усилия в Крымский мост? И напишите, пожалуйста, откуда вы сами, то есть это тоже важно, потому что если вы, например, с Украины, да. Это очень важный, конечно, проект, да, и так далее. Другое дело, я еще отмечу, что это, ну это единственное, вот из больших инженерных проектов это единственный, в то время как в Китае каждый год открываются несколько веток скоростных железных дорог, что более важно для перемещения рабочей силы между городами, для того, чтобы в других городах, а не только в Москве развивались какие-то новые штуки, сами собой, не потому что нам сказали, тут Сколково надо делать, и тут Иноград надо строить, а потому что люди с какой-то инициативой создают в этом месте предприятие, а необходимые им кадры могут приехать из дальних мест очень быстро туда добраться. Это все важно, это инфраструктура, там нормальные трубы для холодной горячей воды проложены, газ проложен, и поезд туда ездит, а не в Крым по этому Крымскому мосту. Тем не менее, это, конечно, очень классная штука через вот это, ну это, не знаю, это, конечно, не уровень, наверное, туннеля под Ла-Маншем, но что-то близкое к этому. Посмотрим. Ну тут тоже, да, опять же, да, понять все еще чувства украинцев, да, и потому что, к сожалению, вот этот кол, который забил на столетие Путин между украинским и российским народом, это кошмарная ситуация, на мой взгляд, потому что у меня много очень украинцев, знакомых и русских, кстати, друзей. Я вижу, что, конечно, украинцы не такие отходчиво толерантные, как белорусы, они, конечно, очень-очень нескоро всю эту историю забудут. Это люди, которые привыкли добиваться своего, люди с очень сильным характером, и я исключительно, как пацифист, выступаю за мирное решение, делаю все для мирного урегулирования решения этих всех вопросов, но, к сожалению, подвиски есть, но они небольшие. Давай, может, перейдем к следующему вопросу. Да, к следующему, следующая новость, всегда люблю новости из Туркмении, Гурбангулы Берды Мухаммедов, один из моих любимых сказочных персонажей, туркменских пенсионеров обязали лично подтверждать, что они живы. Пенсионеров Туркменабада, второго по величине города Туркменистана, кстати, а как он раньше назывался? Знаешь, я затрудняюсь, могу спросить, есть у меня там знакомые и люди, которые в Беларуси там обучаются, я могу спросить, как это называют. Да, я сейчас в Википедии погуглю, помню, что... А, Амуль он раньше называл, нет, такой не знаю. Ну ладно. Обязали регулярно обращаться в пенсионный отдел по месту жительства и подтверждать, что они живы. Чтобы получить пенсию, им необходимо предоставить справки с места жительства, а также поликлиники. Об этом сообщает радио Азатлык. По словам местных чиновников, известны случаи, когда после смерти пенсионеров их средства используются членами семьи. Эти меры предпринимаются, чтобы предотвратить такие ситуации. Ну, я лично много раз обращался к теме пенсии, что в наших странах, что в других западных странах. Как бы, вот тут пишут, что их родственники пользуются их пенсиями. Собственно, а почему не попользоваться родственникам пенсиями? Я не очень понимаю. Почему человек умер, он копил, не копил, а всю жизнь откладывал, ну, у него забирали эти деньги на пенсию. Забирали, забирали. А я, например, напомню, что в России, по-моему, средний возраст смерти мужчин 65 лет. То есть как раз ты ровно вышел на пенсию и сдох. Ну, в Беларуси еще меньше, белорусов очень много мужчин, вообще не доживают до пенсии, к сожалению. Это отдельный разговор вообще. Как и в России, кстати, почему это происходит. Большинство, кстати, бабушек по микрорайону гуляет исключительно на особо женского пола. Я увидел пару мужчин, стариков, я очень обрадовался, что есть шансы дожить хоть до какого-то более старого возраста, потому что большинство мужчин у нас умирают. Это вопросы стрессов, и вредных привычек, и многих питания, и многих других моментов. Потому что в сравнении, конечно, с Западной Европой, где еще живы ветераны Второй мировой войны некоторые, которым под 100 лет, или пенсионеры могут там путешествовать, и можно сейчас пожилых людей где-то встретить. Пара именно. Не только бабушек, да, а бабушек с дедушками. Вот это меня всегда умиляет, радует. В Соединенных Штатах, наверное, тоже достаточно много и пожилых мужчин живых остается. Тут пенсионеры живут очень хорошо, прямо скажем, потому что у них тут несколько вариантов, куда вкладывать свою. То есть ты можешь распоряжаться своей пенсией, пока она копится, чтобы еще увеличить ее что-то. То есть тоже не хотелось бы вдаваться, это можно вообще отдельное видео сделать про пенсию в США. Я думаю, и в западных странах так же сделано. Проблема в наших странах в том, что мы зависим от государства в этом вопросе. Я, например, считаю, и это одна из причин было моего отъезда из Беларуси, что когда я, если я доживу до пенсии своей, у меня ее просто не будет. Потому что следующий... У меня... Я дитя... Ты привыкоров. Я дитя бэби-бума. Больше всего как раз родилось в 82-85-е годы. И следующий, по крайней мере, намного меньше. И у нас будет куча этих бабушек-дедушек. А дай бог... Мне такое ощущение, что даже будет 50% населения Беларуси пенсионеры, если не больше. И кто будет работать на нашу пенсию? То есть как выплачиваются пенсии, если кто не в курсе? Ныне работающие просто отдают какой-то процент своих денег, чтобы дать пенсию ныне пенсионерам. Вот и все. Нету никаких накоплений ни в государстве, нигде. Хотя это типа пенсионные накопления. Альберт Ильич, дело в том, что для вашего поколения будут открыты Казанский вокзал, Московский. Уходно, знаешь, там есть прекрасные места, где можно собственно заниматься мелким попрошайничеством. Опять же будут варшавские, другие. То есть масса вообще на самом деле мест, где можно будет себя проявить. Поэтому таких перспектив ты чуть-чуть не хотел, не понравилось тебе. захотелось тебе в теплые места, где солнце всегда светит, sun always, shine on TV, прямо как в руках АХ. Дело в том, что общался я с туркменами. И рассказали с туркменами, которые там живут, работали учителями, обычными совершенно людьми. Сказали они следующее. Во-первых, ну 75 долларов это очень маленькая пенсия. И очень много пенсионеров, которые славяне, да, по происхождению, это там русские, украинцы, белорусы. Их бросили родные. То есть они живут одни. И вот туркмены, а в мусульманской религии, это совершенно серьезно, есть такой закон уважения к старшим. Да, и помощь. И они им совершенно бескорыстно, вот этим пенсионерам помогают. Потому что есть у них немощные люди. И вот туркменка сказала, что у них в подъезде несколько таких пенсионеров, славянское происхождение, и они совершенно нормально помогают и так далее и тому подобное. И я с тобой согласен, что если люди после их смерти там получают какие-то деньги за свои усилия, родственники или те, кто помогал, в этом ничего нет плохого. Но это вот этот пережиток советский, вот этого глобального желания, глобального контроля за всем и вся, и в любой ситуации, тут с этим ничего не поделаешь, я думаю. Да, ну и еще могу уточнить, что в Китае, например, долгое время пенсии вообще никакой не было. То есть в принципе считалось... Родственники, да, помогали родственники. Это такая вот традиция, когда родственники, близкие, родные оказывают помощь. И вот есть страны такие традиционалистские, с традиционным укладом, это их образ жизни. И они, кстати, не понимают, потому что мне всегда вот была интересна точка зрения человека из мусульманской страны, как он видит нас. Потому что понятно, как мы видим, об этом много пишут, покажут, а как они нас видят. И они, допустим, говорят, слушайте, а как такими можно быть бесчувственными, бросить старого человека одного в квартире. Ему никто не может помочь, он немощен и так далее. Вот им, допустим, непонятно наше такое отношение. И я их тоже понимаю в этом. Потому что, ну, это вот очень сложный вопрос, но в самом деле очень неоднозначный. Кстати, постоянно вот демонизируют многие вещи, людей с Востока и так далее, ходят среди них невероятное огромное количество очень приятных, хороших, добрых людей, которые готовы помощь оказать. И вот это все нахоро. Мне, например, главное, почему-то, я не знаю почему, надеюсь, это не оскорбит носителей мусульманской религии, но мне больше всего нравится в исламе это то, что ты, извините, жопу должен мыть после того, как ты сходил по-большому, а не вытирать бумажкой. Ну, давай без подробностей, да. Это важно, понимаете? Эти люди более чистоплотны, чем мы. Вы поймите это. Они во многом более чистоплотны. Это важно, это когда ты с детства к этому идешь. Ну, ладно, да, это я немножко что-то... Да, ну ты с этой жопой, да, с этой жопой ты, да. С этой жопой я, да. Давай продолжим. Заменилась. От жопы к Александру Григорьевичу, в общем-то, у нас картинка, ну, от плохого к хорошему, лучше так скажем. Картинка, видео с туркменским президентом заменяется картинкой фотографии Александра Григорьевича. Пошла следующая новость. В интервью «Эхо Москвы» Александр Лукашенко заявил, что самый простой объединение, вариант объединения – это Россия вступает в состав Беларуси. В общем, тут последние недели идут вот эти вот все обсуждения, что скоро Беларусь вольется в Россию, скоро мы тут все объединимся в радостном экстазе, и Александр Григорьевич яростно этому противостоит. Как ты считаешь, нормально будем ли мы принимать Россию в состав Беларуси, или нафиг нам надо такая радость? Тут история какая, да, Беларусь, и было, во-первых, два сразу, на мой взгляд, проекта, да, один оппозиционной независимости, другой то, что предлагали люди, поддерживающие нашего президента и президента. Президентский проект выиграл, да. О, Беларуси существует как независимое государство. Александр Григорьевич – это величайший манипулятор, не очень сложная ситуация, он манипулирует и он балансирует между двумя огромными полюсами. Это западный мир, да, ЕС, и с другой стороны – восточный. Причем вот для Беларуси, как ни странно, по большому счету, не является положительным ни тот, ни другой, на мой взгляд. Я согласен, я тоже за… Да, потому что, смотрите, Литва, Латвия, Эстония, ну, бывая в этих странах, Литва, Латвия – это страны и Польша, они высосаны в плане рабочей силы. Миллионы людей из этих стран, они эмигрировали, между Великобританией, там, США, Германией. Многие страны… Ну, в Польше большая рождаемость, это, ладно, Литва, Латвия, мне вообще сложно представить будущее этих стран, потому что десятки моих друзей, лицовцев и латышей, они не живут в Литве и Латвии. Какие перспективы у этих стран? Их дети уже, они учатся на английском, на немецком языке и так далее. То есть, понятное дело, святое место пустое не бывает. Туда переедут из Беларуси, из Украины люди, китайцы, бог знает кто. Здесь, в Беларуси, есть собственный такой вот альтернативный, совершенно автономистский путь, да. И здесь президенту нашему очень тяжело вообще балансировать. И понятная идея Путина. Ему нужно новое государство, чтобы быть президентом, да. Но белорусы длительные, Лукашенко, он занимался вот этим автономизмом на протяжении, там, десятков лет. И прийти и сдать кому-то что-то, тем более дела не так плохи в стране, на мой взгляд, вот сейчас конкретно. Это не 90-е годы, да, там. И прийти, взять это с Витин, конечно, это не сольет. Белорусские начальники, местные элиты, которые, они что, они не привыкли ездить за разрешением в Москву. Они не будут туда ездить. Они привыкли сами решать дела, руководить всем и так далее. И здесь крайне важно политически это организовать так вот эту игру, чтобы, собственно, сохранить максимум независимости. Но проблема, проблема же в том, что большая часть белорусского экспорта идет в Россию. То есть, именно, именно с Россией связи самые прочные. Это не то, что какой-то там 20 процентов хотя бы. Это, по-моему, больше половины все идет. И экономика Беларуси на данный момент сидит на российской нефтяной игле. То есть, самые большие деньги мы получаем. Ну вот, озвучил в Эхо Москве Александр Егорьевич идею о прокачке нефти, о том, чтобы с Гданьской ее качать. Кому интересно, мы не будем, может посмотреть Венедиктову интервью. Он это озвучил, как это может быть организовано. На мой взгляд, зря он это сделал в интервью, потому что это план очень интересный, очень оригинальный. Вот, пусть уже, собственно, ну, занимаются этим специалисты. Я не специалист, я в девчонной промышленности. Кстати, в России очень она под санкциями, да. То есть, она ввела санкции на многие, кстати, продукты. И, в общем-то, продукты заменяют эту санкционку, белорусские продукты. Поэтому тут выгода, взаимовыгодная вообще сотрудничество, на мой взгляд, да, между Россией и Белоруссией в плане продажи продукции. Плюс к этому, Беларусь помалу, понемножку открывает себе китайский рынок. Приезжали сюда люди, которые интересовались, допустим, о белорусской сельскохозяйственной продукции. Но количество, они говорили о том, сколько они хотят закупить, но вы сами понимаете размер вообще китайского рынка. Белоруссия, даже если там, не знаю, прирастить несколько коров, да, там, растить вымя там, бог его знает, мы не сможем произвести, но это очень, как бы, перспективный рынок тоже. Поэтому тут, если возвращаться к независимости, на мой взгляд, будут длительные очень переговоры, будут какие-то подвижки в плане законодательства, может быть, будет валюта общая. Но это очень сложный, на мой взгляд, вопрос, потому что, конечно, кто обладает валютой, кто контролирует деньги, кто контролирует все, это совершенно понятно. Поэтому это очередная, очень длительная, очень сложная игра. И здесь главное, конечно, чтобы Россия не прибегла ни к каким силовым акциям, вот как, собственно, была история там в Украине и так далее. Здесь крайне важно, чтобы это обошлось без всяких вот таких силовых моментов, на мой взгляд. Ну и, перекликаясь с нашей, то, что мы обсуждали, как Путин заявил, что Польша виновата во время Второй мировой войны, в этом же интервью Александр Григорьевич сказал, что Сталину нужно поставить памятник в Беларуси, потому что пакт Молотова-Риббентропа восстановил страну в нынешних границах. Это перекликается с тем, что мы и сказали. Действительно, современная Беларусь создалась именно благодаря этому пакту, но я, правда, не думаю, что надо Сталину при этом памятник ставить, конечно же. Ну вот эта версия, советская версия Беларусь, потому что Беларусь очень богатая история, была Речь Посполитая, было Белорусско-Литовское княжество, это, конечно, история средневековая, но она очень богатая, очень интересная. Был в Белорусско-Литовском княжестве главным белорусский язык. Мы не будем возвращаться, это понятно, ко всей этой истории. Здесь главные современные перспективы. В Минске были митинги, да, оппозиционные, несколько дней они проходили против объединения. Я посмотрел специально, мне приходили, собственно, приглашения участия. Я не участвовал принципиально, потому что, в общем-то, уже оппозиция в том виде, в котором она существует сейчас в Беларуси, все эти партии, они, конечно, себя изжили. Даже во время митинга, на самом деле, люди ничего не предлагали. Они говорили, да, мы против. А что вы предлагаете взамен, что вы вообще хотите, было вообще совершенно непонятно. Мы, главное, не хотим объединяться. И вот эти митинги, кстати, нужно отдать должное. Режим либерализировался на определенный момент. Их никто не разгонял, не было такого количества там арестованных, избитых. За что властям, конечно, огромное спасибо. И здесь хорошее лицо наши власти продемонстрировали перед Евросоюзом и перед миром. Потому что, конечно, смотреть разгоны людей в Гран-Конге, скажем, совершенно жутко. Как их там взбивают и что там происходит. Или в каких-то даже европейских странах меня всегда, так сказать, возмущает поведение испанских властей, допустим, по отношению к людям в Барселоне. Это кошмар какой-то. Вот эти пережитки франкистского фашистского режима и вот это жестокое отношение к демонстратам в Барселоне меня возмущает. Мне вот, допустим, непонятно, как в Евросоюзе такие вещи происходят совершенно безнаказанно, но и при этом постоянно как бы кивают на Беларусь, в то время как в Барселоне такой беспредел, когда там осуждают политиков за их заявления и так далее и тому подобное. Поэтому есть и братья независимость. Ну, Белоруссия, белорусские политики пока что будут делать все, чтобы, собственно, сближение было в нашу пользу и было очень не сильным, безусловно. Чем это закончится, это интересно, интрига искать. Немного отступлю в сторону от нашей повестки, что мы выбираем, потому что вот я только сейчас прочитал, появилась новость, что умерла Галина Волчек, величайшая актриса, режиссер, человек, который современник создала вместе. Мы записываем эту программу вечером 26 декабря, я думаю, выйдет она у нас завтра, мы ее выложим. Но Галина Волчек повлияла на советскую актерскую школу очень сильно. Она была художественным руководителем Московского театра «Современник». Она создала такие, как режиссер, создала такие известные фильмы, как «Человек с бульвара Капуцинов». Играла вот... И, кстати, больше всего она мне запомнилась почему-то в «Осеннем марафоне», где она... Да, я хотел сказать, где она играет переводчицу. Еще она совершенно чудесно сыграла историю про «Красную шапочку», где она играла там «Волчицу». Волчицу, да. Да, и она во многих, собственно, фильмах. Кстати, она была еще женой Евстигнеева, известнейшего актера. У них совершенно прекрасный сын режиссер. Ну, собственно, вспоминаем, «Царство небесное» был прекрасный творческий человек. И, наверное, из людей, которые создавали современник, там, Ефремов, Табаков, наверное, на, собственно, таких последних из «Титанов». Да, последние из «Титанов». Но люди уходят. Она прожила очень богатую, интересную, насыщенную жизнь. И оставила после себя, конечно. Да, хорошее наследие в плане таком гуманитарном. И чего, собственно, всем я тоже желаю. Хорошего наследия. Надеюсь, и мы что-то оставим. Значит, следующая новость как раз про долголетие. Специалисты предупреждают. Веганство грозит дефицитом витамина В12. Многие полагают, что дефицит витамина В12 является лишь мифом. Но медики говорят, что это более чем реальная проблема, становящаяся все более актуальной на фоне популярности веганства. В12 содержится в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах. При дефиците витамина возможно развитие повреждений нервов. На появление симптомов может уйти 3-4 года. Как правило, дефицит начинает проявляться покалыванием в руках и ногах. Так что, если вы сейчас смотрите нас, и у вас что-то покалывает где-то, задумайтесь. Но вообще, мне по этому поводу сразу белорусская пословица вспоминается, что занадто, то не здраво. Когда ты починаешь... Здраво, да, здорово, здорово, да. Это такая белорусская поиска, как и славянская, она распространена. Дело в том, что... Ну, мне вспомнился, кстати, один из самых известных вегантов-вегетарианцев, да, в истории-то Адольф Гитлер. Вот, у него в ногах покалывалось, с психикой у него было совсем плохо. Он, кстати, ненавидел, когда был запах от его, собственно, приближенных мяса. Он всегда кричал, что от вас там воняет мертвичина этой мясной и так далее. Но в самом деле, тут должен каждый для себя выбирать. И сейчас есть вообще витаминные различные комплексы, да, которые люди употребляют. Я даже употребляю какой-то витаминный комплекс специально для того, чтобы восстановить, там, дисбаланс витаминов, которые есть в пище, да. И, на мой взгляд, здесь люди могут в современном мире это регулировать, на мой взгляд, да, каким-то образом. С другой стороны, что вокруг вегетарианства существует, конечно, индустрия, да, и так называемого здорового питания. То есть, существует специальный магазин, вот ты в США, уверен, видел, да, там много дорожек все стоит. Это своего рода индустрия, которой выгодно проповедовать определенный образ жизни. А с другой стороны, появились всяческие традиционалисты в тех же, там, в США, в Европе, которые, там, на глазах у всех специально жарят мясо, там, не знаю, оленину, страусину, бог знает, кого там славят, убьют. И, демонстрируя это, они говорят, слушайте, вот мы демонстрируем традиционные способы, там, забоя скотины, и мы, вот, проповедуем такие вещи. На самом деле, там, на вкус и цвет товарищей нет, и каждому нравится питаться, как ему нравится, но все должно быть в балансе. В балансе, согласен. Тут это очень важно. А вообще, баланса достичь крайне тяжело в жизни бывает. И здесь, поэтому, надо, на мой взгляд, прислушиваться к своему организму. Вот есть люди, которые категорически в какой-то промежуток времени не хочется вообще кушать мясо, и человек его не ест, там, хочется кому-то рыбу и так далее. Поэтому здесь крайне важно остановиться и посмотреть на продукты, или себе их представить в воображении, представить, чего хочется съесть. Не потому, что это полезно или не полезно. Организм, как бы, на мой взгляд, всегда сам подсказывает человеку, что лучше кушать. Вот. Просто ориентироваться на вот эти сигналы, которые дает сознание и организм собственный. Ну, сейчас у нас на экране Джордж Майкл с рождественскими подарками. Поэтому переходим, в общем-то, уже к финальной части нашего подкаста, видео подкаста, когда мы будем рекомендовать что-то смотреть, читать, слушать из того, что мы за неделю сами посмотрели. И Джордж Майкл здесь потому, что внезапно Sony выпустила, Sony Music Entertainment выпустила обновленную версию клипа на песню Last Christmas. Прикол в том, что это в формате 4К, это высокое разрешение, убраны там все эти шероховатости, старые пленки. И интересно, что теперь это выглядит так, как будто Sony наняла актеров, переодела их в костюме 80-х, сделала соответствующие прически, и они сейчас вот играют эту самую песню Last Christmas. Настолько это, кстати, интересно, когда обновляют картинку. Но если у вас нет вдруг рождественского новогоднего настроения, как один из вариантов, вот посмотрите этот клип с Джорджем Майклом. Ой, я бы посмотрел старый клип, и вообще, когда ты назвал компанию Sony, и при этом сказал Джордж Майкл, я вспомнил вообще всю эту позорную историю. Да, да. Когда Sony не отпустила его петь в Queen, и у человека, величайшего певца, вне зависимости от того, какие у него были периоды в жизни, какая там у него была ориентация, неважно, Джордж Майкл участвовал в сотнях благотворительных акций. Он помог тысячам людей, он отдавал совершенно спокойно миллионы долларов, совершенно без помпы и так далее, он отдал на благотворительность. Sony Music своим контрактом, она запретила, по сути, Джорджу Майклу участвовать в проекте Queen после смерти Фредди Меркури. Это был бы вообще лучший вариант для группы Queen, если бы он там пел, и он очень хотел это сделать. Они вынудили его выпускать альбомы. И, безусловно, если человек творчески, всего привязать к чему-то, заставлять что-то делать, это вызывает, конечно, сложное психологическое состояние. Он сказал, идите в жопу, он не в смерти, да, этого человека. Да, и он просто сказал Sony, ну я тогда не буду, не буду выпускать альбомы, и он ждал окончания контракта. Да. Поэтому до следующего альбома, сколько лет, 10, наверное, прошло, или я уже не помню. Именно, именно, он не выпускал эти альбомы, он у него был простой, он сидел, писал там эти стихи, это все не реализовывалось. Это представить такую ситуацию, это фактически его убило, потому что когда человеку некуда себя деть, когда нечему заняться, когда вынужден играть там в корпоратив, кстати, он выступал в Москве, по-моему, он, я не помню, миллиардер, по-моему, Потанин или у кого-то, он выступал на вечеринке, там несколько было десятков человек, всего лишь. Есть, кстати, в Ютьюбе видео, где он выступает в Москве на этом корпоративе, можно посмотреть. Он приезжал туда, он пел свои хиты и так далее. Конечно, ему надо было зарабатывать, потому что не очень высокий был гонорар, ему надо было как-то там жить и так далее. И вот, конечно, Sony Music, которая, по сути, топчется, да, использует, им, да, принадлежат авторские права, но должна быть хотя бы там шоу-бизнес в искусстве, намек на какую-то мораль, хотя крайне сложно. В современном мире, конечно, апеллировать к таким дельцам, крупным, как Sony Music, но я считаю, что принципиально смотреть старый клип Вема, кстати, его сразу после выпуска в 80-е увидел, жил я тогда в Будапеште, в Венгрии, была программа рождественская по венгерскому телевидению, сказали, что вот интересный клип, он меня совершенно очаровал, я помню, продавались плакаты группы Вем, маленькие такие, цветные, я пошел, купил журнал, там был тоже плакат Вема, по-моему, он назывался «Браво», да, немецкий журнал или «Поп-экспресс», неважно. Вот, мне очень понравился этот дуэт, и когда вышел, кстати, альбом «Face», сольный Джорджа Майкла, да, где он уже там, это была прекрасная пластинка с очень интересной музыкой, необычной, она весьма, так сказать, меня впечатлила. Ну, кстати, для наших дискотек, я тогда еще дискотеки всячески проводил в школе, но в большинстве эти треки, они были не танцевальны для нашей публики, но это неважно, потому что это была, скорее, какая-то соул-музыка, да, такая поп-соул и так далее. Поэтому, ну, не знаю, можно, конечно, посмотреть, может быть, для нового поколения, для людей, которые вот, у которых ничего не связано с этими воспоминаниями прошлого, для них этот крип будет и лучше. Главное, что остался прекрасный голос Джорджа Майкла, и это вечная песня о Рождестве. Кстати, он умер на Рождество, вот буквально, была очередная годовщина смерти, он спел о Рождестве, фактически умер, да, и эту песню, когда, чтобы поднять настроение, ее можно прослушать несколько раз, и вы увидите, у вас появится настоящее рождественское, новогоднее настроение, если вы несколько раз эту песню прослушаете, и она просто невероятно прекрасна, на мой взгляд. Ну, а ты что за неделю послушал такого, что тебе хочется порекомендовать? Знаешь, я посмотрел тенденцию в дипхауз музыке, где стали опять смешивать сэмплы старого джаза и старой вот такой хауз музыки классической. Извини, я тебя перебью, я просто еще раз уточню зрителям, что, в общем-то, Влад Бубин у нас электронный музыкант, как даже, ну, сказать, не музыкант, а создатель электронных звуков, у которого множество альбомов выпущено с разными проектами, и Fat Not Dead, и Шкварка, и сам Бубин. Нет, я вот как Бубин, просто Бубин, просто Бубин, я вот решил эти многие проекты, так сказать, закрыть, закрыть, а вот как Бубин я выступаю и записываюсь, и есть на разных-разных сайтах, порталах, там, Spotify, Яндекс, Google Play, вся эта моя музыка, но здесь мы не о музыке говорим. Что послушал, мне понравился, кстати, лейбл, я на нем не посчастливилось издаться, это первый лейбл, который вообще в мире стал издавать хауз музыку, это трек с и рекордс, чикагский лейбл, американский, и там есть классики, да, классики, и недавно, в последних хит-парадах были треки, где использованы сэмплы, да, из треков трек с рекордс. Кому интересно послушать такую аутентичную, очень зажигательную музыку, зайдите на один из сайтов, который посвящен лейблу трек с рекордс, и послушайте, это и с джазом, и с диском, это особая музыка с очень особым настроением, которая появилась в США, и она распространилась по всему миру. Но, кстати, в США она не является такой брендовой, в США эта музыка в основном любят гитарную, кантри, всяческий рок и так далее, а вот во всем мире на вечеринках с тех пор звучит хауз музыка, которая появилась на трек с рекордс в Чикаго. Кстати, одна из основателей этого лейбла отобрала мои треки для релизов на трек с рекордс. Я в детстве, еще в восьмом классе, впервые вообще услышал их записи, а лейбл продолжает развиваться, там есть всяческие подразделения. Это хорошая, приятная музыка, которая под Новый год должна создавать такое легкое настроение, чего, собственно, не достает, допустим, здесь, когда идет снег, дождь, и такая, в общем, хмурая погода. Ну и посмотрел на этой неделе сериал «Ведьмак», снятый в Голливуде, Нетфликсом по роману польского писателя Анджея Сапковского и, в принципе, остался доволен, потому что это интересно смотреть. В нем очень много шероховатостей, он явно не гениальный, но вот эта атмосфера приключения, что ли, какого-то, плюс славянской мифологии, переданной через призму Голливудщины, причем с английскими актерами, именно с английскими, это необычное ощущение. Ну и, конечно, уже везде идут мемчики с песней Лютика, в английском варианте это «То сек коин, то я вича, оуха, вэли оф пленте», а в русском переводе это «Ведьмаку заплатите чеканной монетой», очень такая прилипчивая мелодия, но, я думаю, Влад, ты не смотрел явно этот сериал, наверное, и... Ты знаешь, я, вот я начал, решил, ты же мне высылал ссылки, я врать не буду, то есть, я вот просто не люблю жанр фэнтези, вот честно, вот я вот, человек другого количества поколения, вот меня приучили к научной фантастике, знаешь, там всяческие Герберт Уэллсы, вот, или на крайней... Нет, я тоже по научной фантастике больше любитель, на самом деле. Да, да вот знаешь, тут как-то меня вот тяжело, потому что недавно взял, я пересмотрел по Стругацким, по Станиславу Лему, какие-то фильмы, вот, кстати, нашел интереснейший фильм «Отель у мертвого альпиниста», у погибшего альпиниста, эстонский, да. Таким удовольствием, эстонский, да, вот он появился в сети, слушай, я его пересмотрел два раза, он настолько как-то интересно снят, настолько... Да, он, конечно, покажется наивным, современному зрителю, самые-то инопланетяне, роботы, но, не знаю, но он какой-то атмосферный. Тут на самом деле можно провести... Игра актеров очень. Можно провести параллель с «Ведьмаком», потому что он тоже снят довольно странно по сравнению с современными сериалами. Первые две серии у меня вообще было ощущение, что я какую-то постановку тюза смотрю больше, какую-то такую камерную, что ли, ну, это не современный уровень такое, но при этом костюмы так себе, честно скажем, но при этом оно захватывает и тебе это... Оно необычно, в сравнении с другими всеми сериалами, которые сейчас выходят, которые, как ты говоришь, они все одинаковые, все радиостанции одинаковые, все какие-то сериалы одинаковые. И тут оно как-то вот по-другому это всё выглядит. Но я хотел с тобой поговорить... Вот я сказал две песни на английском языке и на русском, и в русском интернете сразу начался срач. Ага, сразу видно, кто смотрел не в оригинале, а на русском языке. Вот, смотрите в оригинале обязательно. Во-первых, ребята, это польский роман, снятый на английском языке. Какой тут... Что тут должно быть в оригинале вообще смотреть? На каком? На польском или на английском? Да, возьмите на польскую книжку, купите на польском и читайте. Вы же дома... Это, знаете, это из разряда того, что ага, ты занимаешься сексом в позе миссионерской, а надо по-другому. Какая разница, как человек себя развлекает? Ты сидишь дома и смотришь сериал на каком-то таком языке, на каком тебе хочется, господи. Ну, серьезно. Это... Такое ощущение, вот сейчас в обществе как будто искра постоянно, вот чего-то не хватает и по любому поводу надо посраться обязательно. Ну, это просто дело в том, что общее недовлетворение жизни и, в общем-то, оно выливается в агрессию, да, потому что... Хорошо, что это вербальная агрессия, да, потому что мы помним еще времена, когда это могло бы выливаться, собственно, в агрессию физическую. Поэтому я сторонник, если существует нереализованная отрицательная энергия, чтобы она выливалась туда даже лучше в вербальную, нежели в физическую агрессию. Вот. Пусть люди уже пишут, что хотят, тем более затянулась осень, поменялся климат. И те люди, особенно там, с особенностями психического развития, назовем их так, они в сетях себя ведут очень агрессивно. Потому что если бы пошел снег, началась бы зима, люди бы успокоились, мозги у них стали на место. А сейчас такая вот бесконечная осень. Я наблюдаю по многим людям, что у них осень не скончается, то есть у них обострение, оно затянулось. Они зависли как бы, да, в этом. Это очень плохо. Это касается, кстати, всех людей, которые вообще в сетях переписываются, что-то читают, какие-то комментарии, надо этот момент учитывать. Это такая психологическая, своего рода безопасность. А вот конкретно в эту зиму. Ну, и чтобы уже завершить, ты что-нибудь смотрел на этой неделе, что ты порекомендуешь нашим зрителям обратить внимание? Ты знаешь, это очень стыдно. Я был очень занят на работе, но сегодня я посмотрел, и меня очень, и сын, и жена, так сказать, и себя ведо следующее, если бы что-то сказал. Папа, ты смотрел, опять старые мультики, как тебе не стыдно. Я вот перед твоей встречей, случайно, скричил, этот был канал, мультипликационный, я смотрел «Троечность простоквашина», получил, честно, огромное удовольствие. Вчера, старый вариант, новый я даже не рассматриваю, я пытался его вообще смотреть, как старый любитель, фанат этого мультика. Я посмотрел, получил просто невероятное удовольствие, особенно, когда вот эта новогодняя история, застревает машина, кот Матроскин, шарик, и, собственно, малыш и папа, они наряжают ёлку. Это настолько мило, это настолько идиллично, что, возможно, даже повлияет на хорошее новогоднее настроение. Кстати, да, как вариант тоже отличный мультик. Вот странно, делают новые варианты мультиков, трое из простоквашины, ещё какой-то недавно. Почему-то вот уходит это дело даже не в рисовке, а в какой-то лёгкости, что, не знаю, как-то, как-то даже объяснить, добротой, что ли? Успенский, да, до самой смерти судился, и не знаю, чем вся эта история закончилась, но в самом деле вот есть вещи, которые, ну, не обязательно переснимать, их не надо переделывать. Либо, ну, Создайте новое. Просто... Совершенно верно. Сейчас, к сожалению, время ремейков, ремиксов, мошапов. Я вот жду от нового поколения совершенно новые революционные музыки, новые революционные моды. Я всегда говорю молодым людям, у меня, по роду моей деятельности, с ними много общаюсь, я говорю, делайте, создавайте своё, дерзайте, будьте молодыми. Молодые люди, которые нас смотрят, собрались и пошли делать. Да, если не посмотрели до конца, это всё, да, вообще вот, да, всё это брюзжание и всю эту клевету, ну, в общем-то, Спасибо большое, да, что вы посмотрели до конца. В первую очередь, это первый выпуск, поэтому мы очень хотим узнать ваше отношение не только к тем темам, которые мы обсуждали, но вообще, как вам такой формат, как вам, как вы это всё смотрите, что надо вот в картинке, например, вам кажется, лучше что-то показывать. Ну, понятно, что качество там звука мы можем поправить. Вот это нас очень сильно интересует. Кроме того, я, во всяком случае, планирую выкладывать это не только на YouTube, но и там в IT. То есть сделать это как и аудиоподкаст тоже, потому что по-хорошему, ну, смотреть-то тут не особо что есть. Тут скорее нас слушать надо больше, чем смотреть. Тем не менее... Возможно, возможно что-то и услышать. Да, тем не менее, очень много людей и через видео это всё смотрят, потому что это сейчас YouTube, это один из самых посещаемых сайтов в мире. Ну да, не будем делать рекламу и скажем всем до свидания и спасибо, что смотрели, слушали нас. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал. Через неделю мы снова будем в эфире. Стефаныч, спасибо и пока. Пожалуйста, всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok